Кристаль Руссель признается, ее француженку всегда тянула на восток, точнее в Сибирь. Смеется, может это даже кровь далеких предков не играет. Специалист по старинной промышленной архитектуре однажды увлеклась историей демидовских заводов. Два года назад исследования привели ее в Барнаул на сереброплавильный завод. И вот Кристаль снова здесь. Говорит, за это время спичка заметно преобразилась. Работу провели огромную, когда была здесь в прошлый раз. Плотина была не такой ухоженной. И та декоративная печь, и уголок, где мы сидим, они прекрасны. И то, что в зданиях трудятся ремесленники, гончары, кузнецы. Место живет. Барнаульцы сами таким образом подсказывают, что именно они бы хотели видеть здесь в будущем. Кристаль рассказывает, что во Франции тоже долгое время боялись вкладывать деньги в реставрацию здания. Уж тем более бывших заводов. Старались снести и построить офисное или торговое здание. Теперь же государство компенсирует инвесторам половину расходов на реставрацию. Итог – здание целы, туризм развивается, бизнесмены получают прибыль даже с таких заведений, как библиотеки. А на спичке, по словам культуролога, вообще есть где размахнуться. От старых зданий, по сути, сохранились фасады, которые необходимо сохранить. А вот внутри изначальная планировка почти не сохранилась. Можно свободно разместить все, что угодно – концертные залы, мастерские, рестораны, культурные центры. Да и вокруг большая территория. Правда, важно помнить, что место должно оставаться зеленым. Это часть его индивидуальности. По мнению зарубежной гостей, особое внимание нужно обратить на Барнаулку. Река может стать настоящей осью исторического комплекса. А еще, уверена Кристаль, важно не бояться воплощать даже самые смелые, неординарные идеи. Только в таком случае, говорит эксперт, можно привлечь инвесторов. Как следствие, большой поток туристов. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok